Идея может изменить мир, если в нее верят и подходят к реализации плодотворно. В эфире программа «Бизнес-сфера» в студии Диана Лалиева и ближайшие 40 минут будем говорить о том, как конструктивно вести бизнес. Но пока новости экономики. Всемирный банк опубликовал данные о ВВП стран мира по паритету покупательной способности. И Россия вошла в пятерку крупнейших экономик. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. А вот первые четыре места сохранили Китай, США, Индия и Япония. По словам главы государства, сейчас темпы роста российской экономики, вопреки всему, довольно устойчивы. Рост ВВП во втором квартале текущего года составил 4,9%. При этом более высокие темпы в отраслях, не связанных с добычей нефти и газа. Показатели промышленного производства увеличились на 6,3%, а обрабатывающего на 11,3%. С 1 января в России планируется повысить минимальный размер оплаты труда на 18,5%. Об этом напомнил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, МРОД вырастет быстрее темпов инфляции и позитивно отразится на зарплатах почти 5 миллионов сотрудников. С 15 августа началось пилотирование операций с реальными цифровыми рублями. Об этом сообщили в отделении Банка России по Северной Осетии. В массовый оборот цифровой рубль будет внедряться поэтапно с 2025 по 2027 годы. При этом все формы рубля – наличные, безналичные, цифровые – будут доступны. Дополнительную информацию об этом можно найти на сайте Банка России, где создан специальный раздел. Там собрана вся актуальная и достоверная информация. А также развенчаны самые популярные мифы. 7,5 миллиардов рублей. Кредиты на такую сумму банки предоставили юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Северной Осетии за первое полугодие текущего года. Это на 46,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выдача кредитов малому и среднему бизнесу в республике выросла на 37%. С января по июнь субъекты МСП получили почти 6 миллиардов рублей. А вот крупный бизнес получил миллиард 600 миллионов рублей, что превышает объем выдачи в два раза. Наиболее активно кредитовались обрабатывающие, сельскохозяйственные предприятия, торговые и транспортные компании, а также предприятия, работающие в сфере связи. Отмечу, что кредитный портфель на 1 июля 2023 года составил 24 миллиарда 200 миллионов рублей и возрос за год на 43%. Значительную долю в его структуре занимают займы предприятий сельского хозяйства, которые кредитуются в том числе по государственным программам поддержки предприятий АПК по ставке не более 5%. Цены на хлеб выросли из-за значительного роста себестоимости производства. Об этом РБК заявил исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. Напомню, что промышленные хлебозаводы последний раз повышали отпускные цены весной прошлого года. Тогда произошел непрогнозируемый скачкообразный рост всех составляющих затрат. Затем, по словам Айдиева, ситуация несколько стабилизировалась и цены были частично снижены в конце лета. Но в настоящее время соблюдать этот баланс и продолжать держать отпускные цены уже возможности нет. Их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства, сказал директор Союза хлебопечения. Отмечу, что ранее в Министерстве сельского хозяйства России опровергли информацию о том, что цены на хлеб в стране в ближайшее время существенно вырастут. Девять из десяти новых продуктов проваливаются, так как на них нет спроса. Такую статистику Фил Барден приводит в книге «Взлом маркетинга». Так что это получается? Создавать новое неактуально? Хорошо. А как тогда продвигать старое доброе? Ведь и если вы молоды, вы вряд ли поймете эмоции пожилых людей. Если у вас нет детей, не узнаете, о чем думают родители при выборе игрушки для ребенка. Даже если вы похожи на свою целевую аудиторию, ваши представления могут оказаться ошибочными. Как продвигать свой продукт и влюбить в него потенциального клиента? Об этом нам расскажет основатель компании номер один по репутации в сети, автор трех бестселлеров Никита Прохоров. Он с нами на связи. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте. Предлагаю сегодня поговорить о маркетинге и, в частности, о его направлении к личному бренде. Скажите, пожалуйста, вы эту стратегию считаете самой эффективной? Если да, то почему? Лично я ее считаю одной из самых эффективных. Я даже объясню, почему. Наш проект запускался порядка десяти лет назад, и это был маленький офис. Я сейчас люблю эту историю рассказывать. Два кредитных ноутбука, и, друзья мои, не было ни инвестиций, ни каких-то вводных ресурсов, никаких-то вообще ничего на самом деле не было. И в итоге победила именно стратегия продвижения через личный бренд. Объясню даже, что делалось, и, может быть, любой из нас сможет стратегию для себя применить. Есть огромнейший разрыв между той картиной мира, которую видит предприниматель, и той картиной мира, которую видит его клиент. Ведь, на самом деле, какая самая частая ошибка? Предприниматели стремятся сделать идеальный продукт, много работать, без труда не вытащить рыбку из пруда, и вот все вот эти прочие фразы. А почему-то клиентов нет, денег не хватает, потому что клиенты видят совершенно другую картину. А что про вас клиенты найдут в Яндексе? Что про вас клиенты найдут в условном ВКонтакте или в какой-то другой соцсети, которая вам нравится? Возможно, вообще ничего. Можно сколько угодно пытаться работать, делать все идеально, только в итоге маркетинг почти всегда побеждает здравый смысл. Поэтому, коллеги, вот вы прям сегодня задумайтесь, а что вообще про вас люди найдут, когда они попытаются вас где-нибудь найти в соцсетях или в Яндексе? Первый вот совет, который я даю всем абсолютно бесплатно, прямо возьмите сейчас телефон, откройте свою любимую соцсеточку условия ВКонтакте, проведите телефон вокруг себя и выложите там одну историю или две истории на 15-20-30 секунд. И расскажите всем, что вы делаете, чем вы занимаетесь, чем может быть полезно. Может быть, многие люди уже сейчас вообще в принципе поймут, чем вы вообще занимаетесь. Потому что, друзья мои, это будет начало вашего продвижения и начало, как нынче модно говорить, самоидентификации вообще, кто вы в принципе такой. Вот мы с двух резидентных ноутбуков доросли во многом на этой стратегии до компании с оценкой почти в 2 миллиарда рублей. И, друзья мои, вот именно это и есть начало вашей медийности. Это и есть начало, возможно, будет вашего личного бренда и начало вашего как маркетинга мероприятия, ивент-маркетинга. Попробуй сделать то же самое. Я, кстати, отлично понимаю, что сейчас некоторые нас смотрят, и у них в голове тут же появляется такое возражение. Ну да, Никит, вещаешь, конечно же, классно, только когда мне все это делать, у меня так много работы, так много дел. Это все классно, надо много работать, надо много дел спорить делать, только при этом, при всем, вы можете сколько угодно работать. Но если люди про вас не знают, если люди не могут про вас узнать, все это будет абсолютно бесполезно. Поэтому в любой непонятной ситуации, есть лишние ресурсы, вкладываемся в продвижение. Есть лишнее время, вкладываемся в продвижение. Есть вообще хоть какая-то возможность про себя заявить, вкладываемся в продвижение. Любой из вас может попробовать это сделать. И, кстати, друзья мои, я вам гарантирую, что произойдет дальше. Как только вы начнете это делать, нет, успех пройдет не сразу. Впервые придет другая стадия. У вас появится некто, назовем их кейтеры, завистники, по-разному их можно назвать, которые вам напишут, а кто тебе разрешил, а кто тебе дал право. Друзья мои, сам себе придумал, сам себе разрешил, все, начинайте это делать. Потому что есть отличное, универсальное объяснение, почему одни предприниматели пытаются морально подавлять стремление к медийности других предпринимателей. А вдруг у вас получится? Вдруг у вас все будет классно? А вот они останутся так в своем болоте сидеть. Только люди же не могут сами себе признаться в том, что они бездельники. Им проще доказать кому-то другому, что он выскочил. Поэтому в любой непонятной ситуации берите телефон, записывайте два сториз подряд во Вконтакте. Все, победа, вы молодец. Это и будет начало вашего личного бренда. Как-то так. Никита, то есть получается вопрос о том, какую сумму необходимо вкладывать в личный бренд, получается уже не актуален? Потому что вы говорите, что можно начать без каких-либо вложений. Я скажу сразу, что в принципе без вложений можно начинать. Это реально так. Но все-таки что-то надо бы себе вкладывать, я даже объясню во что. Во-первых, есть прям вот чек-лист, список дел. Я это называю медийной платформой человека. Это личный сайт, личная соц. сеточка, какой-нибудь видеоканал на любом видеохостинге в интернете и ваш обо с мероприятиями. Это как раз те платформы, те направления, через которые вы можете начать проникать, скажем так, в сознание людей и в их восприятие вас как персоны личного бренда. Но сайт будет чего-то стоить. Ну скажу сразу, для начала купите себе адрес сайта, домен сайта. Сейчас домен для кого-то будет новое слово. Ну совсем прощу на ваш адрес сайта. Ваша фамилия, имя, точку, ру. Или какое-то сочетание. У меня, например, сайт nprochorov.ru. n как первый букв в имени и prochorov как фамилия, точку, ру. Вот, покупайте универсально, удобно для восприятия. В соцсети можно ввести самому. Ну если у вас будет какой-то помогатор, кто вас будет пинать, мотивировать, помогать вам оформлять. Вот я реально искренне советую, я сам это делаю раз в неделю. Я ставлю себя прямо на место клиента и думаю, так, а как клиент может попытаться купить услугу по правлению репутации? А у нас большой разброс чеков от 100 тысяч в месяц до нескольких миллионов в месяц. То есть мне еще надо несколько сегментов людей прорабатывать. Корпораты, малые бренды, средние бренды, различные пэшники малой бизнеса. Соответственно, и пэшники малой бизнеса, они нас будут искать через соцсети. Я прямо включаю режим инкогнито и начинаю искать, так, что там, где там корпораты, это конференции и различные образовательные видео. И опять же, так окей конференции, кто там, я или мои спикеры, есть ли на топовых конференциях. Это долгосрочная работа, это такой путь тигра, который надо пройти. Друзья мои, ну надо понимать, что никому никогда не нужно ваше продвижение, если вы сами не будете о нем заботиться. Более того, вот вы вдумаетесь, вот вы идете по центру какого-нибудь города, и там много кафешечек, например, летних кафе. И вот вы откроете Яндекс.Карту или какой-нибудь ресурс туристический, а посмотрите, вот у этих кафе или ресторанов, у этого хорик и сегмента, как его называют, сколько там звездочек. И вы прям видите, у кого-то 5 или 4,9, у кого-то 3, и вы можете знать, что в принципе сервис одинаковый. А вот вы зайдите в те, где 5, и вы увидите отличие, там прямо на столах будут стоять такие таблички. Тебе понравилось у нас? Поставь нам отзыв, вот тебе будет лимонад бесплатно. Это практически ничего кафешки не стоит. Но за счет этого они легально и в рамках правил увеличивают свой рейтинг. А кто-то сидит с маленьким рейтингом, ну, сервис-то идеальный, только не понимая, почему рейтинг маленький, почему туристы к нему не заходят. Туристы боятся же, они открывают рейтинг и идут туда, где все идеально. Это практически бесплатный маркетинг. Много таких фишек, много таких способов. Когда кто-то ко мне подходит на конференции и говорит, ой, Никита, подпиши книгу. Я им подписываю книгу и говорю, а ты не уходи, выложи сторис сейчас. И люди говорят, а да, прикольно, давай. Давай кто-то еще узнал, соответственно, про книгу. Она продается, я получаю с нее комиссию. Но это бесплатный маркетинг, бесплатное продвижение. Очень много таких бесплатных способов. Знаете, я в рамках, если мы говорим про личный бренд, люди очень зря боятся медийности, пиара. Для всех людей это что-то платное, сложное, дорогое. Огромное количество различных приемов, которые можно делать в том числе и бесплатно. Начните хотя бы с них. Никит, вот тут хочу спросить, неужели этот подход работает всегда? Не было никаких провальных историй? Надо всегда очень четко делить, что такое провал в рамках личного бренда. Но по большому счету нет шанса провалиться. Потому что все равно у вас будет ваш продукт, все равно у вас будет ваша услуга. А в интернет-маркетинге у вас есть бесконечное количество возможностей перезапустить себя. Удалили аккаунт, создали новый. Написали кучу троллей нам пакости, всех забанили. Не посмотрели видеопост, но мы сделаем. Друзья мои, не бойтесь. И если вам вдруг кажется, что вы не талантливый, не интересный, не классный, посмотрите человеку в глаза и скажите, «Слышь, мне Прохоров Никита, деловой автор книги года, сказал, что я классный, я талантливый». То есть, Никита, получается, что главное не сдаваться. Касаемо негативных отзывов. Их лучше удалять или с ними работать и как-то отвечать и коммуницировать с этими комментаторами злостными? Очень правильный вопрос. Благодарю за него. На самом деле, это один из самых актуальных и вообще важных вопросов, о которых должны задумываться предприниматели. Друзья мои, давайте сейчас чуть разделим. Есть плохие отзывы и комментарии в соцсетях, есть плохие отзывы и комментарии на различных сайтах-отзывиках. Это две несколько важные и несколько разные планеты. Они одинаково для нас важны, с ними работают надо раздельно. Что касается соцсетей. Надо понимать, что в большинстве случаев, когда люди вам пишут какие-то гадости или плохие отзывы, шаг первый, вдумайтесь, есть ли там какое-то рациональное полезное для вас что-то, как улучшить продукт, как получить свою услугу. И если есть что улучшить, поблагодарите, улучшаем продукт. И если вы понимаете, что вам написали гадости не ваши клиенты, а просто какие-то скучающие люди, естественно, внимания, баним, удаляем вдохновенно. Я баню просто без пощады. Я вообще не люблю какую-то критику. Есть люди, к чему меня прислушиваюсь. И я знаю, что если они обо мне захотят позаботиться, они мне аккуратно в личку напишут. Никита, ты мог бы постараться и получше. В большинстве случаев как раз вот этот негатив в комментариях в соцсетях, он неконструктивный. Это почти всегда не ваши клиенты. Поверьте, если вы случайно недолюбили, недообслужили своего клиента, клиент найдет возможность, как от вас добиться правды, справедливости, скидок, возврата денег. Кулуар, ну вам в личку напишу, может, клиент разберется, как от вас получить чего-то. С клиентским негативом работаем, радуем, возвращаем деньги, дарим бонусы, дарим подарки. Со скучающими людьми не надо разрешать им портить свой бизнес. И еще одно пожелание, как вообще в целом работать с негативом, если у вас вот неопределенность удалить не можете, вы не понимаете, клиент не клиент, кто вообще этот человек. Всегда, абсолютно всегда паркуйте негатив. То есть негатив надо уводить в невидимый для всех русла. В личные сообщения, в переписку, в чатике, в мессенджер, если есть телефон, созвоните с человеком, если он раньше свою контактную данность, сам свой телефон оставил. Потому что клиенту будет приятно, что вы пытаетесь ему помочь. Клиенту будет приятно, что вы пытаетесь решить его вопрос. А когда вы решили вопрос, клиент успокоился, вы ему дали бонус, вспоминали продукт, скажите сами, мы тебе помогли? Да, пожалуйста, удали негатив. Мы будем дальше любить друг друга, все будет здорово, ну, пожалуйста, сделай это. Мы высчитывали, что более чем в 90% случаев люди идут навстречу, потому что у клиента внутри уже победа. Ух ты, мне позвонили, он сам пришел, он еще извинялся. Ну ладно, так уж и быть буду сегодня милосердным. Это абсолютно нормальная картина, этого не надо бояться. И работа с негативом, это неотъемлемая часть жизни абсолютно любого предпринимателя. Это часть нашей с вами бизнес-игры, надо это принять. Никит, в подводке к этой беседе я делала такой значимый акцент на целевую аудиторию. Как ее подобрать, как понять, чего хочет твой покупатель? Очень классный вопрос. Есть такой страшный, непонятный людям термин, касс-дев, но если примерный перевод на русский язык, разработка клиента, проработка клиента. Для начала я понимаю, что многие люди запускают свой бизнес, исходя из каких-то своих интересов. Но тут появляется такое у нас но. Люди придумали что-то, исходя из своих интересов, своих жизненных обстоятельств. Непонятно, надо ли это кому-то, непонятно, как мы это будем продавать, непонятно, за сколько мы будем продавать, непонятно, в принципе, зачем все это надо. Если вы запустились, и вы понимаете, что ну немножко не то, что-то немножко не работает, не надо стесняться самому предпринимателю выходить напрямую делу к своими клиентами. Что так, что не так. Я с этим часто вообще сталкиваюсь. Ну, друзья мои, третье, это причем самый интересный способ, который вам встает, и он тоже бесплатный. Я сам, пожалуйста, не так делал. Когда у меня случались такие моменты, немного переоценки, чтобы добавить в своих выступлениях, что добавить в своих конференциях. Я прям открывал список своих контактов в мессенджерах, ну там, кто чем пользуется, и прям вычитал там где-то человек 50-100, чье мнение мне было интересно. И я прям слал им один и тот же вопрос. Я прям кидал ссылку, слушай, вот мое последнее выступление, напиши все, что думаешь про это. И мои ученики, кто у меня наставничество, они делают немного по-другому, они берут тоже свои контакты, и они прям пишут людям вопрос, слушай, а вот за что ты мне заплатил бы деньги, если бы я каким бы бизнесом бы занимался? Это тоже интересный способ понять, а что про вас думает ваша потенциальная целевая аудитория. Друзья мои, не надо бояться развивать свой личный бренд, почти всегда это можно делать абсолютно бесплатно или практически бесплатно, и почти всегда полезные люди или полезные знания, они есть где-то рядом с вами, просто надо суметь с ними начать коммуникацию. Никита, я благодарю вас за это искреннее интервью, спасибо, что поделились историями, личным опытом, инструментами, было информативно. Спасибо за то, что уделили нам время сегодня. Классного дня, дорогие друзья. В маркетологии есть огромное количество направлений. Многие уже претендуют на статус обособленной специальности. Например, бренд-менеджеры уверяют, что их работа отличается от работы маркетолога. Хотя многие эксперты говорят, что сравнивать маркетолога и бренд-менеджера то же самое, что сравнивать океан и море. Кто такие бренд-менеджеры и могут ли они значительно повлиять на спрос продукции? Об этом расскажет моя коллега Диана Даурова. Эти мешки картофеля практически ничем не отличаются друг от друга. Овощи одного сорта и выращены на одном поле. Средняя стоимость мешка составляет 1000 рублей. Однако, если один из них окажется в руках профессионального бренд-менеджера, то продастся быстрее и даже немного дороже. Более того, покупатель запомнит продукт, вернется за ним не раз и будет искать его во всех торговых точках. Примерно 30 лет назад работу бренд-менеджера выполнял маркетолог. Теоретически сегодня он отвечает за планирование стратегии рекламных компаний, а бренд-менеджер – за управление дизайном и создание имиджа. Правда, на практике объем работы огромный. В первую очередь, это человек все-таки не то чтобы творческий, а это организатор. Да, то есть бренд-менеджер в первую очередь должен понимать… По сути, это руководитель проекта. Да, то есть вот он должен организовать производство, он должен организовать исследования маркетинга, он должен организовать систему продаж, да, то есть… И вот эти все службы и этих всех подрядчиков нужно выстроить для достижения единой цели. Анализ потенциальных клиентов – классический инструмент в маркетологии, но достаточно эффективный. Бренд-менеджер должен четко понимать, кому интересен продукт. Для того, чтобы изучить аудиторию, проводят опросы, анкетирование или интервью. В своей работе я, например, использую данные из интернет-источников, да, то есть Яндекс.Метрику использую, там достаточно хорошо расписаны характеристики целевой аудитории по каждому направлению, с которыми я взаимодействую. Это могут быть и гостиничная сфера, в гостиничной сфере у каждого из отелей своя целевая аудитория, то есть которая интересуется определенными сайтами. То есть мы собираем исследования по каждой нашей группе. Более того, бренд-менеджер должен изучать работу конкурентов и знать, какие эффективные инструменты они используют для продвижения товара. Мы анализируем непосредственно работу конкурентов по нашему региону, по северо-кавказскому региону. Мы смотрим их работы, какие инструменты они применяют, что у них не очень хорошо получается. И я, например, анализирую даже отзывы конкурентов, да, на что живой гость обращает внимание и в своей работе мы стараемся применять эти данные. Но перед тем, как зайти на рынок и начать рекламную кампанию, необходимо разработать логотип и определиться с внешним видом продукта. На мешок картофеля обратят внимание, если вид привлекателен, а производителя заполнят благодаря грамотно разработанному логотипу, который, в свою очередь, обозначает некую эмблему или символику, используемую для узнаваемости продукта. Цепляют те, которые просты в исполнении и легко воспринимаются. Логотип не должен содержать более трех цветов, говорят специалисты. Дело в том, что мозг человека быстрее и легче запоминает незамысловатые элементы. Не зря символики ведущих производителей мира отличаются чрезмерной простотой. Дизайнер Мария Адзестелова уверена, что даже при разработке логотипа нужно ориентироваться на клиента. Перед тем, как начать разрабатывать тот или иной логотип, фирменный стиль, в первую очередь нужно определить целевую аудиторию, на кого он будет работать. Их сферу деятельности, их стиль жизни, вообще все, что угодно. Нужно погрузиться в этот проект. После этого, как нам мы уже определяемся с целевой аудиторией, кто они есть, нужно понимать их потребности. То есть, как ты будешь смотреть на этот логотип, будь ты на месте потребителя. Если тебе уже в оконцове это все нравится, значит работа все-таки была проделана грамотно, скажем так. Многие логотипы и торговые знаки региональных производителей содержат бесчисленное количество элементов и цветов. Они больше напоминают фамильные гербы. Как говорится, дорого-богато. Такое в памяти с первого раза не отложится. Правда, в Осетии есть примеры хороших логотипов. Например, одна из региональных кофе-брендов эксплуатировала образ героя популярного сериала «Во все тяжкие». Аудитория уже была знакома с персонажем и легко запомнила символику. Но разработать лого – полдела. Нужен также фирменный стиль. Фирменный стиль из себя представляет не только логотип. Это шрифты, паттерн, текстуры, элементарные любые значки. Это все входит именно в самого понятия фирменного стиля. То есть, когда у тебя есть просто логотип, назовем это так, но нет у них каких-то, допустим, сопутствующего материала. Это может быть баннеры, листовки, униформа, какие-то, может быть, раздаточные материалы, ручки, блокноты и так далее. У тебя нет четкого позиционирования. Позиционирование – это инструмент для продвижения бренда. Специалист не просто знакомит с новым товаром. Он ненавязчиво намекает на то, что они лучше конкурентов. И главное в этом деле не оплошаться. Примером еще неудачной рекламной кампании могу привести из локальных примеров бизнеса, когда компания, пищевая продукция использовала в своей этикетке Костахи Тагурова, стихи Костахи Тагурова. И, то есть, выглядит это очень классно, на первый взгляд, очень классно. Но когда пищевую продукцию используешь, этикетка, она потом отправляется в мусор, она валяется, она нарезается, да, и у людей возникло отторжение. Компания очень быстро среагировала, то есть, продукция была изъята из пользования, применена новая этикетка, но шлейф, он на протяжении нескольких лет еще был. Бренд-менеджер следит за качеством продукции. Иногда даже вмешивается в процесс создания и производства, чтобы потом его легче было продвигать на рынке. Мы должны голосовать на рынке качеством нашей продукции. И сколько угодно, много бы вы не вкладывали в свой бренд, если это будет некачественная услуга или некачественный продукт, поверьте, бренд не завоюет миллионы, бренд не завоюет сердца людей. Бренд-менеджер следит за модой, социальными, экономическими процессами и даже за политикой. Любые изменения в обществе отражаются на методах создания образа компании или продвижения товара. Например, если уровень жизни населения упал, то продукт должен быть адаптирован под новые реалии. В противном случае снизится спрос. Мне в голову пришла рекламная компания «Ауди» во время ковида, когда был карантин и все ратовали за то, что нужно изолироваться для того, чтобы остановить ковид. Нужно было изолироваться и держаться обособленно друг от друга. Компания «Ауди» во время карантина, как вы знаете, колечки у них соединены друг с другом, во время карантина компания «Ауди» разъединила эти колечки для того, чтобы показать важность изоляции для спасения многих людей. Традиционно бренд-менеджеров делят по специализациям. Так, например, бренд-менеджер продукта отвечает за продвижение товара или услуги. Персональный бренд-менеджер работает с медийными личностями – певцами, актерами, блогерами, политиками. Существует также спортивный бренд-менеджер, который работает над созданием и развитием бренда команды или спортивной площадки. А относительно недавно появился бренд-менеджер территории. Этот специалист занимается продвижением городов, театров, курортов или даже озер. То есть делает все, чтобы привлечь внимание туристов. Но в какой бы сфере ни работал бренд-менеджер, ему необходимо помнить основное правило. Клиенту нужно относиться уважительно и говорить с ним на понятном языке. В кризисных ситуациях люди могут принимать необдуманные и рискованные решения. В сделках с недвижимостью это чревато потерей миллионов рублей. В рамках рубрики «Метр в квадрате» мой коллега Сергей Ярин расскажет, что делать в подобных ситуациях и как принять взвешенные решения. Здравствуйте, Сергей. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, Диана. В первую очередь не стоит корректировать цену в зависимости от спроса. Когда вы публикуете объявление или даете рекламу о продаже недвижимости, рынок обязательно дает обратную связь. В первую очередь в виде наличия или отсутствия просмотров, добавления в избранные, конечно же, звонков от потенциальных покупателей. В идеале вскоре должен появиться реальный покупатель, который посмотрит дом или квартиру и решится на покупку. Если этого не происходит, глупо сидеть и ждать, что вдруг что-то поменяется, этого вдруг не бывает. Нужно начинать корректировать цену, потому что единственная причина, по которой потенциальные покупатели никак не реагируют, чаще всего высокая стоимость. На рынке, который растет, цену можно не корректировать. То есть, если вы поставили цену дороже рынка, через полгода рынок дорастет до вашей цены, и вы выйдете на сделку. А если рынок снижается, то без корректировки цены ожидания покупателей начинают расходиться с вашими. Нет смысла рекламировать такой объект и держать его на рынке. Снижением цен на недвижимость рынок вам уже дал обратную связь. Дорого. Поэтому придется умерить аппетит до тех пор, пока не найдется покупатель. Другой сценарий. Стараясь продать квартиру как можно быстрее, продавцы иногда сразу дают неоправданно большую скидку от стартовой цены. Но разумное снижение не более 10% от рыночной стоимости недвижимости. Теперь перейду к вопросу выписки из квартиры при ее продаже. Отмечу, что некоторые паспортные столы снимают с регистрации по доверенности, некоторые нет и требуют личного присутствия прописанного человека. Связано это вот с чем. Есть трактовка, что нотариальная доверенность распространяется только на имущественные права. То есть вы не можете жениться или выйти замуж по доверенности. Так же, как и прописка, это не имущественное право. Соответственно, паспортный стол имеет право расценивать это как полномочия на отказ в снятии регистрационного учета. А наличие регистрационного учета означает, что человек имеет право жить даже в проданной квартире. Для покупателя это серьезный риск. Поэтому до того, как вы решили оформить доверенность на продажу и уехать, нужно сняться с учета. В течение трех месяцев вы имеете право никуда не прописываться. При том, что квартира будет более привлекательной для покупки. Иногда при срочном переезде собственник не оставляет доверенность на распоряжение имуществом, а дарит ее кому-либо из близких людей для последующей быстрой продажи. Это совершенно невыгодно. Если вы дарите квартиру не близкому родственнику, а даряемому придется заплатить налог 13% от кадастровой стоимости недвижимости. А чтобы не платить, новым собственникам придется подождать от трех до пяти лет. Многие определяют цену, ориентируясь на соседей. Например, ваши соседи выставили квартиру по завышенной цене и не могут ее продать. А вы делаете ровно то же самое, и, конечно, квартира не продается. Что делать? Найти проданные квартиры в той же локации, проиндексировать их относительно давности продажи. Если они проданы год назад, то индексируйте в плюс. Если условно в марте этого года, то в минус. И ставьте цену, по которой сделка проходила. Также важно помнить, что в стрессовой ситуации можно и нужно обращаться за помощью к профессионалу. Опытный риэлтор всегда будет на вашей стороне, поможет оценить ситуацию и в итоге принять верное, правильное решение. Сергей, спасибо за информацию. Всех благ. Осваивать зарубежные рынки можно и в текущих экономических реалиях. Саудовская Аравия и страны СНГ. Такова новая география поставок продукции. Но зачастую предпринимателям с небольшим опытом значительно сложнее выйти на международный рынок. Хотя бы потому, что бизнесмен может не знать, например, как оформлять документы и выстраивать логистику. О тех, кто нашел новые рынки сбыта за пределами страны, расскажет моя коллега Кристина Губиева. Одних предпринимателей санкции и экономическая нестабильность пугают и вводят в ступор. А другие видят в новых реалиях возможность расширить географию поставок и выйти на международный рынок. Сейчас курс рубля к доллару очень понизился. Когда курс доллара растет, а рубль падает, экспортировать всегда выгодно. На международный рынок североосетинские предприниматели выходят с разной продукцией. Премиальные напитки, строительные добавки, нетканные материалы, корма для животных, спирт и мебель. По словам специалистов, некоторые наименования всегда будут иметь спрос. Люди всегда ели и будут есть, поэтому пищевая продукция, она всегда будет пользоваться спросом. Это различное зерно, крупы. У лимонадов тоже есть перспектива. Допустим, в этом году было много запросов именно на премиальные лимонады по странам СНГ. Предприниматель Казбек Хасигов даже не сомневается, что осетинские напитки придутся по вкусу иностранным покупателям. Производством лимонадов он занимается всего два года и уже начал работать на экспорт. В этом году в Москве на выставке «Продэкспо-2023» удалось заключить контракт с партнерами из Казахстана. Первую партию продукции отправили еще в мае. Подход к экспортной деятельности изменился, потому что нами был получен какой-то определенный опыт. Мы научились разбираться с экспортной логистикой, с документацией. И теперь мы не боимся уже так отправлять свою продукцию в более дальние страны и более отдаленные регионы. За последние четыре месяца клиентская база значительно увеличилась. Сейчас предприятие, помимо Казахстана, сотрудничает с Узбекистаном и Ираном. Однако с появлением новых партнеров возникли и новые трудности. Тяжелее всего экспортировать товар из наших стран – это Узбекистан и Иран. Потому что для них нужно было отдельно еще сделать сертификат СТ-1 для нашей продукции. Ну и плюс там есть издержки по таможне. Быть экспортером – значит быть готовым к большим тратам. Помимо таможенных издержек и расходов на документацию, предпринимателям приходится оплачивать немалое количество налогов. Как и все, мы платим НДС, также платим налог на прибыль организации и зарплатный налог. Да, на них уходит довольно-таки большая часть от общей прибыли организации. Казбек Хасигов планирует расширить ассортимент и географию поставок. Надеется, что вскоре осетинские напитки появятся на прилавках Беларуси, Азербайджана и Армении. Осуществить задуманное пока мешает одно обстоятельство. На самом деле, молодому предприятию, подобному нам, в наше время, в условиях современного бизнеса, очень тяжело найти свое хорошее место. Причем не только в традиционной рознице, но еще тяжелее встать на полку. Петр Акопов – еще один предприниматель, который в нынешних условиях решил работать на экспорт. На протяжении 30 лет бизнесмен изготавливает клеевые ленты, дублированные материалы и аппликаторы для грязелечения. Опыт работы у него внушительный. До 1991 года занимался производством и продажей разных товаров. Мы прошли путь определенный, значит, кооперативного движения. Выпускали сначала хлеб, потом было, значит, производство мебели, потом было производство швейных изделий. И когда занимались швейным изделием, поняли, что есть такое интересное направление. Сработал я в научно-исследовательском институте электронных материалов. Там получилась возможность начать этот бизнес. Предприятие существует уже много лет, но на экспорт начали работать лишь два года назад. Изначально Петр Акопов не планировал покорять иностранные рынки, но опять-таки помогло участие в выставке. Первыми партнерами также стали представители Казахстана. Потом удалось подписать контракт с белорусами. Закрепиться на международном рынке не так просто, особенно когда конкуренция жесткая. Тяжелее всего конкурировать с китайской продукцией из-за ценовой составляющей. То есть китайцев поддерживает государство таким образом, что государство кредитует беспроцентно все фирмы, все эти фирмы, которые корпоративно выступают вместе. Государство, китайское государство финансирует их. И у них нет проблем совершенно с закупом сырья. Продав продукцию, они потом делят между собой свои интересы. На каждый проданный рубль за рубежом Китай оплачивает им рубль в Китае. По словам Акопова, его продукция будет востребована в любой стране, где развита легкая промышленность. Для того, чтобы увеличить клиентскую базу, предприниматель планирует посетить несколько новых выставок. В этом году мы в сентябре месяце посещаем три выставки. Все выставки в Москве. Есть предложение нам, там были выставка и в Иране. Но мы сыры. На наших выставках в России, где есть представители иностранных государств, в частности страны СНГ, мы, значит, там будем представлены в этом году. Предприниматель также хочет расширить ассортимент производимой продукции. Он уверен, спросом будут пользоваться одеяла для ожоговых центров и косметические маски. Правда, для реализации планов нужно расширить площадь производства и решить еще ряд проблем. Нужны деньги, нужно время, нужны специалисты. Вот это больной вопрос для нашей организации. Специфика такова, что наших людей, которые работают в такой отрасли, просто нет. Их надо брать и учить. Выйти на международный рынок сложно, но можно. Главное – предлагать востребованную и качественную продукцию, объясняют бизнесмены. А еще нужно внимательно изучить требования партнеров, чтобы не возникло проблем в ходе поставок. Есть небольшие нюансы по каждому продукту в разрезе определенной страны. То есть могут возникнуть сложности при выход на определенный рынок, если нет сертификации продукции. Чтобы получить сертификацию продукции, это может занять определенное время, до двух лет, допустим. То есть в этом может быть какая-то сложность. Также есть сейчас какие-то сложности при экспорте продукции, если она квотируется. То есть нужно получать квоту. О популярности отечественной продукции на Ближнем Востоке и в странах СНГ не первый год говорят эксперты. В условиях санкционного давления на эти рынки легче всего попасть местному производителю. Правда, и в данном случае без государственной помощи не обойтись. Кристина Губиева, Заур Кудзаев, Карина Таутиева. Специально для программы «Бизнес-сфера». Будьте открыты к новым идеям. Учитесь на ошибках и стремитесь совершенствоваться. Помните, что бизнес – это не только финансовые показатели, но и создание ценности для общества. С вами была Диана Лалиева. До новых встреч в эфире «Бизнес-сферы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова